новые мученики российские том 1 протопресвитер михаил польский леонтий епископ астраханский расстрел астраханского духовенства во главе с епископом леонтием относятся ко временам гражданской войны астрахань была переполнена больными и ранеными красноармейцами людей косил сыпняк епископ леонтий созвал совещание представителей всех городских и пригородных приходов решено было обратиться к православному населению с призывом оказать помощь раненым и больным воинам и старой и советской армии воззвание окончилось ссылкой на евангелие помните слова христа я был на и вы не одели меня был болен и вы не посетили меня положение в городе было настолько напряженным что из лазаретов выбрасывали на улицу больных и раненых солдат великой войны чтобы очистить место для красноармейцев астраханская советская газета напечатала во звание епископа леонтия и духовенства председатель губчака от арбеков решил что ссылка на евангелие сделано для подрыва авторитета советской власти от арбеков доложил свои соображения председателю ревкома кирову тот вполне согласился с соображениями от арбекова и приказал действуй и духовенство в астрахани вместе с преосвященным леонтием и другими причастными к делу лицами было ликвидировано массовые расстрелы духовенства рабочих и торговцев в астрахани производились по указанию кирова который в свою очередь получал их от сталина никодим епископ белгородский отделение церкви от государства своеобразно трактуемая большевиками сделалась предлогом для запрещения проповеди гонимой религии и мученическая смерть епископа никодима белгородского представляет яркое тому доказательство епископ не вмешивался в политическую жизнь но в своих проповедях броня насилия грабежи и убийства призывал свою пасву к учению христа утверждая что законы божия выше законов человеческих такие проповеди возбудили злобу против епископа в местном коммунистическом управлении первые дни рождества 1918 года известный своей жестокостью комендант саенко собственноручно убивший тысячи людей арестовал епископа и увез чрезвычайку но возникшие среди народа волнение по поводу ареста любимого пастыря заставили саенко отпустить епископа обратно в монастырь однако в тот же день епископ никодим вновь произносит проповедь осуждавшую насилие после чего он был вновь арестован тем же саенко который говорил при этом что через попов и монахов вся революция пропала обратившаяся к саенко с просьбой об освобождении жена священника каенская была арестована саенко который в тот же вечер собственноручно ее расстрелял а епископа приказал отвезти в тюрьму где ночью в углу тюремного двора он и был казнен желая скрыть от народа эту казнь и боясь отказа красноармейца указнить уважаемого пастыря его повели на казнь в военной шинели труп его был отвезен за город и брошен в общую могилу но слух о его казни все же дошел до народа и ежедневно у братской могилы служили панихиды по христианскому мученику саенко саенко